Сегодня мы беседуем с писательницей, я бы даже сказал, детской писательницей, Галиной Зеленкиной. Галина, расскажите, как мы познакомились с вами? А мы познакомились очень просто. Я просто смотрела, там все посылали свои рассказы в альмонах, новый лист выходил в Канаде, но я туда отправила несколько, а потом на вас вышло как-то так, случайно. И вы как редактор мне говорите, давайте я книжку напечатаю за доллары, а у нас тут нет долларов, у нас деревня просто под названием город. Это нужно ехать в Красноярск, искать бандкомат, это очень сложно, а Красноярск 700 километров от нас. Тогда вы мне напечатали один экземпляр этой Шпоньки и Чпоньки и отправили через Францию. Потому что объяснили, что у нас нет соглашения с Россией и Канадой, а у Франции есть. Ну, покажите книжку, покажите. Вот такая книжечка. Да. Шпоньки и Чпоньки. Вот. У меня там, знаете, предыдущие, что вы написали, талантливый автор. Я думаю, надо же. Единственный первый человек мне сказал, что я талантливый автор. И денег не взял, да? Да. А зачем? Вот. Как подарок мне послали. Видите, какой я хороший. А я сказала, что хороший. Я нерази, когда говорю. Лина, дорогая, расскажите о себе. Расскажите. Я хочу сказать. Когда вы начали писать. Да. Расскажите. Я не думала никогда, что я буду писать стихи и прозу. Я чистый технарь. Папа у меня инженер-электрик. И я как-то растел, росла так. Он меня все время воспитывал, что я по его стопам пойду. Но я и пошла по его стопам. Я окончила Иркутский политехнический институт, энергетический факультет. И работала инженером-электриком. Но я проектировщик еще. Иркутский политехнический институт, проектировала город Иркутский политехнический институт. И потом сюда приехала. И однажды мне приснялся сон утром. Он такой предутренний. Какой-то старец ко мне явился и говорит, что я должна написать 12 книг. А я с ним спорю, говорю, я не умею. Я же это сама. Он велел, показал палец вверх и исчез. И вот у меня с 1997 года какой-то зуд появился. И я через два дня написала балладу «Грех». И вот потихонечку, потихонечку решила научиться писать стихи. Для этого я набрала книг, уйму библиотеки. Перечитала всех поэтов русских и зарубежных. Зарубежных, которые переведены на русский язык, эти зарубежные. Французских, английских. И думала, смогу я так написать или смогу. Мучения такие были. И потихонечку я много лет училась. Наверное, лет 5-6. Но я не училась в институте, не говорил. В литературном. Я как бы самоучка. А меня подвинули дети. Вот самое интересное. Я когда шла. У нас дом стоит. Значит, между школой и, значит, самыми другими домами. А по школьному двору ходят дети всегда в школу. Ну, и я ходила на почту, потому что так ближе. И две девочки подошли ко мне и сказали. А могли бы вы написать для детей какую-нибудь сказочку? Потому что нам, говорит, про Ивана Дурака надоело читать. Ну, а что такие вот сказки руссконародные уже? А дети-то современные. Они уже как-то так не очень-то воспринимают. Я говорю, ну не знаю, я же не это не умею писать сказки. Они говорят, а вы попробуйте. Это девочки, им где-то, ну, по 8-10 было. Ну, я думаю, а что они попробуют-то? Раз была зима. Снег шел. Я думаю, ну, напишу-ка я про мальчика Ваню, который, значит, на воздушном облаке, значит, самое, путешествует и наблюдает, как с облака сыплется снег. Ну, вот это у меня воздушный трамвай. Это была самая первая сказка, которую я написала. Ну, и она им напечатала, значит, отнесла. Говорит, девочки, прочитайте, вам понравилось. Они говорят, а вы дальше о продолжении. Ну, знаете, вот так вот заманиловка идет такая. А потом у меня знакомая была в Пресноярске. Я отправила эту сказку, у них там был Альманах Часовенко. Они напечатали. И она мне позвонила по телефону и говорит, слушай, там такие хорошие у тебя герои, там Тоньша, значит, самый Ваня. Ты продолжи эту серию. Значит, какие-нибудь придумаю еще приключения для них и все. Ну, и вот я еще написала пять рассказиков про них. А то мне бы так понравилось, да. Думала, а что это я? Ну, напишу я сказки. Написал сборность сказок и родителей различных. И неожиданно у меня книга сказок. Сказки «Семьи озер» называется. В Германии в 2016 году завоевала золотого лавариата. Это лучшая книга года. Вот. И тогда я подумала, что мне стоит заниматься еще дополнительно и детской литературой. А вообще-то я фантастику писала раньше. У меня роман «Звездочерство» был в томах. Как я путешествовала по галактике. Люди, которые читали его, ну, внимательно, всегда меня спрашивали. Слушай, ты там что была, что ли? Ну, в космосе. Потому что так написала, как будто бы ты там была. Ну, такие впечатления. Не знаю. Я глаза закрыла, ложусь на кровать, поперек кровати, глаза закрываю. И что вижу, то и пишу. Такое у меня. Я ничего не придумывала. Вот такое какое-то состояние. Ну, и так потихонечку, потихонечку. Я, конечно, тот неизвестный писатель. Никто не хочет меня знать там, где я живу. Ну, это люди такие. Ничего не поделаешь. Я за границей больше печатаюсь. Вот Расуль меня споет в каком-то современной у него литературе. Был альманах. Сейчас он что-то у него заглох. Вот там у меня семь рассказов фантастических почему-то. Да, Галина. Но надо сказать, что вы прекрасная и взрослая поэтесса. Плесните мне любви на донышко бокала И шелком нежных слов Укройте жизнь от смут И проводите в путь с приморского вокзала Мой поезд опоздал На несколько минут Те несколько минут Я навсегда запомню Как по перрону шла С подругою не той И думала, что мир Собою я заполню А это мир меня Заполнил добротой Не побоюсь сказать Это гениальные строки На этой стихе написали песню Великолепно Великолепно Такой композитор из Жуков, да? И Галя Погорельская ее поет Такая Если хотите, я вам потом ее пришлю Обязательно Обязательно Еще мне очень понравилось Ваше стихотворение Посвященное Марине Цветаю Я за него получила тепло Ну, видите, у меня неплохой вкус Мечты мои однажды Канут в бездну Несбывшихся желаний И страстей И я тогда за ними Вслед исчезну Из памяти знакомых мне людей Ну, а пока я теплая Живая С душою полной Доброго огня Прошу вас Подождать со мной Трамвая На остановке Завтрашнего дня А история такова Да Я написал Это стихотворение А у меня Две страницы есть На сайт Стихи.ру Где я Печатаю свои стихи И Сайт Прозору Я там И рассказы печатаю И это самое И какая-то женщина Прочитала Вот там Марине Цветаеву И стихотворение И у меня написала Вы сами не понимаете Что вы написали Я говорю Ну, а я тогда еще не очень Это было много лет назад Она говорит Все Можно я его отправлю Куда? А на конкурс Ну, там Золотой пироль Как-то Самое Там Я говорю Ну, отправляйте И мне за него дали Серебряного лауреата За это Стихотворение Посвященное Цветаеву Ну, я тогда уже так Воспряла вроде Духом Думаю Что-то получаться Понемножку И, короче Я написала 29 книг Да Сейчас пишу 30 книжку Скажите А вот стихотворение Мне до тебя Один лишь шаг Это о Боге? Нет Это самое Это просто Ну, как Такое стихотворение О любви Ну, не совсем удачно Почему Очень удачно Мне до тебя Один лишь шаг Из суеты Сует До истины Но не могу Шагнуть Никак Мне на него Не хватит Жизни Какая музыка Стиха Великолепно Мне до тебя Мне до тебя Одна лишь грань Что между Реальностью И сказкой Ты только Душу Не порань Сердец Невидимую Связкой Мне до тебя Как до звезды Что дарит Свет Любви Вселенной Но счастлив я Что там Есть Ты И правишь Миром Где я Пленный Мне до тебя Один лишь шаг Из суеты Сует До истины Но не могу Шагнуть Никак Мне на него Не хватит Жизни Вот, Галина Вот строки Мне до тебя Как до звезды Что дарит Свет Любви Вселенной Но счастлив я Что там Есть Ты И правишь Миром Где я Пленный Разве это не О Боге Это я О Боге Тоже Но это Песня Есть такой Сергей Машков Он живет В Сергиевом Посаде Под Москвой Вот Он хорошо Поет песни Я когда Ему До свидания Прислала Да Он говорит Слушай Я его спою Я говорю Да ради Бога Вот у меня Уже 100 песен Галина Я вам скажу Вы просто Сибирский Самородок Честное слово Никто не ценит Ну Я серьезно То есть У вас есть то Что есть У великих Поэтов Это удивительная Музыка стиха Вы видите Вот когда я читаю Они чрезвычайно Музыкальны И звучат Очень свежо И очень гармонично И это признак Вот именно Великой поэзии Я совершенно Не Льстю вам Так сказать Это Я знаю Что вы человек Честный Я вас за это уважаю Поэтому я Я счастлив Что я могу Показать Поделиться Еще с кем-то Этими великолепными Произведениями У вас там кто Кошка Или собачка Две собачки Ага У меня Муж Муж умер когда Вот у меня остались Две собачки Когда он был жив Мы с ним по очереди Хводили Одну он А вторую я А теперь приходится Мне одной Так Мы с вами Чуть не доглядели Боже то Нет Он сам виноват Вовремя не пошел На рентген Добивался до того Что у него метастазы Во всех Лимфоузлах Рентген звучит Как фамилия Врача-еврея Вот И короче Его лечили Сын очень много Потратил на него здоровье Повозил его В Красноярск Везде На обследование Но было поздно уже Тут уже не спасешь Ну сам виноват Нужно было вовремя пойти Проверить легкие Тогда еще можно было Вот Мужчины Они такие Они любят ходить Плача Я сама тоже не хочу Не хожу Не люблю А он курил И у него рак легких был Или что? Нет Он простыл Когда-то Вот Сильно простыл Но покашливал И вот Кашлял Кашлял Докашлялся Вот А знаете Вот у меня Есть такая вещь Одна Я вам сейчас Ее Прочитаю Пожалуйста Можно? Да-да Ну Не до тебя Это вы прочитали Сами уже Да Вот Солнечная Великолепно Великолепно Вот Точно Ну вот Как у вас Находят иногда Золотые Собородки Вот точно Послушайте Свое стихотворение Как запретить То ты Ты прав Вау Побежал К вашим Детским Стихам В квартире У меня У меня все Дети Его читают Мне очень нравится Мне нравится Начало Вашего Кота Я сегодня Злюсь с утра На бездельника Кота Мне в детсад К восьми Идти А ему До десяти Можно спать В моей кровати Вместе С куколкой Катей Таша Иди-ка сюда Это вот У меня Такая девушка Котой Которой Я написала Стихотворение Иди сюда Иди сюда Иди сюда Привет А у тебя Есть кот Как кота зовут Наташа Кота Как звать Жук Его звать А ты Наташа Она Наташа Она стесняет Все Все шутки В фейсбуке В интернете Про котов И Наташу Ну Такая Когда Там все Вот эти Рожицы котов Значит Наташа Ты все еще Спишь Иди До работы Вот Я Это я Ей писала Я сегодня Жлю с утра Она без денег Как и та А он Аж до десяти Может спать В кровати Хоть до десяти Да Вот так оно И есть А Наташке Надо в садик Наташка Наташка У тебя Очень Очень Талантливая Поэтесса Живет У нее Великолепные Стихи Ты будешь Радоваться И гордиться Радоваться Все мои Детские Книжечки Да Наташа Знаешь Давайте Молодцы Книжечки Достанем Сейчас Ваши Я сама Достану Я что Самая Я же не Немочная Что Вы Наталья А где Саша А где Маленькие Книжечки Я хотела Борису Показать Ну ладно Я Вторую Покажу Внучку Свою Вот это Вот внучка Катя У меня Она Живет Красноярске Сейчас Она сказала Бабушка Я в вашу Деревню Не поеду Она там Устроилась На работу После окончания Университета И работает Так что У сына Там квартира В ипотеке Вот она Там живет А я ее На обложку Сфотографировала И хотела И хотела Написать Такую Эпопею Называется Заурияна Ну Фантастику Это первая Написала Эпизод Там значит С Катей На обложке И что-то У меня Как-то Затормозилось А теперь Смотрят А чего Я все формы Пробую Что лучше Получается Ну Когда что Вот это стихотворение Оно же прекрасно Для совсем маленьких Показывает Где Коготочки Где Досики Очень Конечно Это маленькие Катя Катя была маленькая Когда еще Ходила в садик Вот Вот У нас была собачка Тимошка Мы его назвали Вот Точная копия Украли Собаку У нас А сектрень осталась Прямо Сибирская А где Барто Ой Я же С Беларуси родом Я родилась В Бресте Скажите Это правда Что У Бреста Разбиваются Волны Атлантического Океана Да ну прямо Ну Есть Брест же По Франции Еще город Такой Это Шутка Из Уильфа И Петрова Когда Бендер Во всем Остап Разочаровался Он говорит Нету никакого Рио-де-Жанейро А волны Атлантического Океана Разбиваются У Брест Я родилась Прямо возле Этой Брестской Крепости Ну это После войны Конечно Папа Когда пришел С войны Его до 56 Года Оставили там Работать А вы 48 Да 47 Восстанавливать Оставили Этот самый Город Всю часть У них И он до 56 Года Служил В армии Вот А мама Приехала С этого С Иркутского Комопартии Туда отправили Вы кокетливая У вас в биографии Написано 48 Молодитесь Ну я вообще Молодая Тебе сколько лет Я говорю У меня сегодня С утра 25 Нет Ну ты же Меня моложе Только на 5 лет Я говорю Ну это Это сегодня А завтра Я могу и на 25 Быть моложе Вот Это по самочувствию Уже Человек должен Жить Вот У меня Знакомая есть Ей 40 лет Она еле ходит То есть У ней Нету жизненных сил И у ней Нету Как бы Такого Чем заняться Вот Занятия такого Она вот Садит на лалочку И вот Они сидят Там Обсуждают Людей Ляля-то-поля Ну конечно Состарится человек А если ты Чем-то занят Тебе некогда Думать об этом Вот я озвучила Все свои сказки Вот Сделали Такой проект Мой Благотворительный Значит Для слепых И слабоведящих Детей Ну и взрослых Я слушал вчера Да Включил и слушал Да мне прислали Да А чего Это самое Читать-то трудно Вот Азбука Бройля Я попробовала Ну и думаю Бедные Слепые люди Как они вот Мучаются Читать-то это Трудно Тяжело У меня тоже Все книги Озвучили 140 А тут все Нет Ну я озвучила Чего смогла У меня там На Сибирске Игорь Ященко Такой знакомый Хороший Он сказал Галя Тебя за полцены Я говорю Ну ладно И вот Все что я ему Отправляла Он мне все озвучил Серьезную поэзию Мы обсудили Детскую поэзию Обсудили Давайте поговорим О вашей фантастике Какое произведение Фантастическое Вы считаете Самым важным Из вами написанных Пока что у меня Звездочет Двухтомное издание Вкратце Скажите Я покажу Сюжет Это как я летала Жила в чужой галактике Это Я там на самом деле Сразу Как технаря Спрошу Какой двигатель Использовали Это во сне Все Вот у меня Первый Лучше всего Конечно Ответ Классный Красивое Издание А это Второй Второй Том Это когда у нас Это не мы Издавали уже Это кто-то другой Да Это было Когда у нас тут Спонсоры работали Вот Они мне Издали два тома Да Вот И они у меня Разошлись За два А почему два тома Они довольно тонкие Можно было в один Не Ну неудобно читать Большую толстую книжку Там страниц по 250 в каждой Да Сейчас Чтобы не собрать Может 140 200 200 где-то 360 Ух ты А кажется Ну да Тогда было бы 700 Это конечно Огромная была бы Трига Поэтому две Сделала Мне Мне все нравится Что я написала Потому что я в каждую книжку Сама себя вкладываю Да Я вот Если для детей пишу То я себя представляю На На месте этого ребенка Да И вот как бы я поступила Да Что бы мне там показалось Там Или что мне понравилось Не понравилось Вот Но сейчас сложно очень Сейчас дети не любят читать Вообще У нас по крайней мере Ну до сих пор Любят слушать Поэтому мы с вами Поэтому мы с вами И потянулись В этот В аудио Формат Да Мы же как Это Где наш читатель Туда И мы Тянемся В 80-е Было модно Барды Я свои стихи Пел Под гитару Сейчас Модно делать Клипы Видео Я делаю Видео Клипы Да В начале 20-го века Было Модно Всякие Литературные Кафе Но меня тогда Еще не было Вас тоже Да Скажите Вот А звездочет В чем там Основная идея Там был Такой звездочет Значит Самый Старик Я когда Значит В галактику Другую Улетел Вы указываете Какую Конечно Вот Это самое Что проверили М-33 Магелланово Облако Мне почему-то Больше нравится Большое Или маленькое Я не пишу Там Пускай думают Какое Ну это сложно Мне кажется Там Как бы Я оттуда родом Что ли Потому что У меня кровь Неземная Ни одна Не подходит Ни отцовская Ни материнская И вообще Не влияется У меня отрицательный резус Да И нулевая группа Первая Какая-то Вообще Мне говорят Ты откуда такая Появилась То есть Вашу можно Переливать Кому угодно Не скажите Моя сворачивается В любой крови Погодите Тромбол У вас Нулевая И отрицательный резус Да И Меня когда Ну попала я в ней В аварию Меня значит Самая На операцию Привезли там С станции переливания Все виды крови Все поперепробовали Не одна Это вам Невозможно Перелить А вы Универсальный Донор Так она Сворачивается В любой крови Шариками Моя кровь Они же как проверяют Берут кветы Наливают Такую кровь Допустим Значит тоже Первая группа Значит Отрицательный резус Мою капают Моя сворачивается Вот как Вливать Нельзя Затрамбируют Все Вот такая я У меня папе На кровь Когда я болела Пропробовали У него тоже Первая группа Но у него Резус положительный Не пошло Вот такая я Вот Ну странная Просто У меня и мысли Странные Вот вы Вы говорите Да У меня вот мысли Я мыслью так Как я мыслю Как я вижу Мир окружающий Я его иногда Вижу не так Как другие Я поэтому Свою книжку Тридцатую По счету Назвала Я смотрела В окно Стихи То есть я что Вижу В окно За окном Вот о том Я и пишу То есть там Разные стихи Но там больше Короткие Потому что В коротких Можно Выразить мысль Полнее Чем это Расписывать Такие длинные Какие у вас Творческие планы Что бы вы Хотели Написать Еще Ой Мне эту книжку Надо дописать Тридцатую И потом Попробовать На цифровой машине Напечатать Несколько экземпляров У нас в Красноярске Есть такая цифровая машина Кстати Я хочу вам показать Я же книжку Издала Свою Ой Это все мои книжки Там стоят На втором полке Вот такую книжку Я издала Странная женщина Из СССР Красиво Издана Классно Ну Это я на цифровой машине Ее сделала А вы что И в твердой обложке Ага В Красноярске делают На цифровой машине Ну С этими С картинками Все Только Черно-белыми Там нету цветного Ну понятно Понятно Это книжка Моя жизнь Это очень интересно А в электронной форме Есть? Есть Могу выставить Вы пришлите Очень интересно Она у меня В электронном виде Без обложки Это не страшно Кстати Вот такие книги Вот очень Интересуются люди Когда вот Конкретные Когда человек Пишет о своей жизни Я это Заметил Я издал Свою Книгу Своего дедушки Мамы Там воспоминания Я смотрю Просмотры Больше всего Вот У такой книги Так что Казалось бы Люди говорят Зачем я это буду Кому это интересно А вот Людям интересно Ну вот Я о себе написала Но я Не писала Биографию Как вот Принято там Пишут Я писала С юмором Свои воспоминания Да Так это Чтобы было интересно Читать И в то же время Посмеяться Как бы Лечься Ну про свою жизнь Написала Тоже с юмором Ну Расскажите нам Какой-нибудь Из эпизодов Наиболее смешной Да у меня Сейчас-то тут-то Смешных-то и нет Эпизодов Хочу Сказать Такой эпизод Встаю с подругой Разговариваю Самая Я говорю Ты знаешь Говорю Меня В интернете Значит Прочитала Что Меня в Париже Печатают Ну просто Обмениваюсь Это мы вас Печатали Да Расуль Игудин Он Печатал Меня Пять Это Семь моих Этих самых Фантастических Рассказов Я даже И не знала Вообще Нашла Чисто случайно В интернете Ну я там Вычислила Его Электронную Почту И пишу Не знакома С ним В то время И пишу А почему Я же вам Ничего не присылала Для публикации Откуда вы взяли Он мне пишет Галина Это фамильярно Вот А мне Не надо посылать Я посмотрел Чтобы вас В Канаде Там печатали Говорят В Израиле Там где-то В Германии Вообще Короче Во многих В Америке Об Ульянке На планетянке У меня такой Сатирический Рассказик Ну и я Гот Это самое Поэтому вас Печатаю А потом Она даже Меня к себе Приглашает В Париж Помощника Ага Помощником Смотрите Город Развратный Да ну Я ему написала Ты меня моложе На 25 лет Я к тебе Не поеду Ну это Никого В нынешние времена Это никого Не останавливает Вон на Пугачеву Посмотрите А ну Пугачевой У нее денег много У меня было бы Столько денег Я бы куда-нибудь Уехала бы Зато у вас Таланта много Ну и вы знаете Сейчас же Ценят людей Не по таланту А по Карману По крайней мере У нас Меня никто Здесь не знает Я здесь живу 36 лет Да И как-то вот Знаете Население Оно очень Относится К приезжим людям Мы же приехали Построили этот город Для переселенцев Когда газ запустили Их с деревни Кежма Сюда переселили Всех И они нас всех Ненавидят Тех кто приехал Город построил Для них Вот Вот такие люди Ну Я их называю С одной извилины И та прямая Ну а что Ну нормально Люди будут так Селесты Нет конечно Мы не говорим Чтоб нас благодарили Но хотя бы Не оскорбляли Потому что Это вообще Некрасиво Невоспитанно Так что Вот так вот Ну вообще Я про природу Люблю писать Стихи Вот когда Вот видишь На улице С собачками Гуляешь Да Снег идет Там Или что Или солнышко Свет Или ветер Такой Вот все равно Вот что-то в голове Закрутится И напишешь Вот Как-то Не знаю Это трудно Сказать Почему пишется Иногда Вот Сидишь Сидишь Там Раз Что-то тебе В голову Значит Мысль Какая-то Берешь ручку У меня На кровати Лежит Блокнот Ручка И я сразу Записываю Чтобы не забыть Ну потому что Иногда Забываешь Потому что Уходит Куда-то Мысль Улетает Нужно быстро Вспеть Закрутать Вот А еще Такая вот Есть Перекур Не читали Мне такое Стихотворение Перекур Читал Я его даже Хотел зачитать Но вы о чем-то Другом сказали Прочтите Это бы С этой страницы Как запретить Как разлюбить И всякое Прочее То самое А про деревеньку Которая Одна улица У меня что-то Тоже спели Песни Прислали Я даже И не думала Что можно На это Стихотворение Спеть Стихотворение Прилег В ожидании Миски С похлебкой Дед Лошадку Повел В поводу На луга Заливные Кормится Бабка Гонит Гусыню К пруду А за нею Гусят Вереница Слезы Скошенной Пахнет Травой За забором Родимого Дома Непрочитанной Манит Главой Повесть Жизни Что мне Незнакома Прочитал бы Да множество Дел Не дают Примириться С собой Отдохнуть На крыльцо Я присел Покурить Трубку Мира Судьбою Вы знаете Вы еще Очень напоминаете Мне Есенина А мне Есенина Очень нравится Потому что Да Вы прямо Есенин В юбке Или точнее В платье Такая Такая музыка Стиха Великолепная Особенно у него Утром В журном Закуте Где злотят Сорогешки Брят Семерых Очень мило Сука Рыжих Семерых Щенят Вот Я всегда Когда я читаю Плачу Песню Собаки Есенина Я в этом Городе Чужая И город Этот Мне Чужой Сама Себя Сопровождая Иду С поникшей Головой Чужие Люди И природа Так Принаряжены Что я Попав Чужое Время Года Могу Стать Жертвой Бытия Если Помогать Чтобы Привлечь К ним Внимание У вас У вас У вас Не было Никаких Предрасположенностей Стать Такой Прекрасной Поэтессой Ни с образованием Ни среды У вас Такой Мощной Литературной Не было Но Ваши Стихи Они Настолько Прочувствованы И Настолько Талантливы И Самое Интересное Мы Сегодня Прочли Много Стихов И Никто Не сможет Плюнуть Нам В стакан И Заявить Что мы Врем Потому Что Совершенно Очевидно Объективно Они Звучат Великолепно Искренне Живо Свежо И В то же Время С Традициями Высочайшими Стандартами Русской Поэзии Так Расхватите Меня Зазнаюсь Я Но Вообще Это я не зазнаюсь Никогда Я объектив Я Дорогая Галина Мы уже Будем Подводить Итоги Скажите Что бы Вы хотели Посоветовать Тем Кто Начинает Писать Это Нужно Читать Читать Еще раз Читать Хороших Поэтов Потому Что там Заложена Вот Именно Та Нить Та Основа Которая Вот Может Человека Вывести На Большую Дорогу Поэзия Я Очень Много Читала У меня Один Мальчик Молодой Моложе Я Мальчик Он Когда Я Начала Учиться Написать Он Никакой Поэт Не Выйдет А я Настырно У меня Характер Такой Я Решила Доказать Что Нет Выйдет И вот Я Прочитала Все Что Можно Прочитать Из Поэзии У меня Очень Много Книг Было У меня Сейчас Сверху Донизу Забито Все Вот И Когда У меня Началось Что-то Получаться Я Пришла Ему Прочитала Он Я Ошибся И мы Теперь С ним Дружим Ну Да Ну Потому Что Только Последний Подлец Может Сказать Что-то Дурное О таких Стихах Это Совершенно Очевидно Я Раньше Такие Писала Стихи А такие Плохенькие Примитивные Вот Он Мне Сказал Но Он Честный Человек И Вообще Кажется Что Основной Проблемой Является Преодоление Сопротивления Когда Человек Пытается Выразить Себя Литературным Образом Он Сталкивается С повсеместным Сопротивлением Близких Друзей Не дай Бог Тех Кто Уже Пишет Не дай Бог Редакторов И Прочих Которые Обязательно Скажут Массу Неприятных Слов Владимир Познер Недавно Рассказывал Что Он Был Секретарем Маршака Самуила Яковлевича Маршака И Как-то Он Подал Несколько Стихотворений Просто На пробу Для Публикации Под Своим Именем И Редактор Его Полностью Разгромил Вот После чего Он ему Сообщил Что Из двух Одно Стихотворение Было Маршака А второе Было Его Но Разгромил Этот Редактор Оба Вот это Вот Место Того Чтобы Поддержать Человека Вот как Мы делаем В нашем Издательстве Мы Зависть Просто В чем Зависть Разве Может быть Конкуренция Разве Может Конкурировать Маяковский С Есениным Ей Богу Хоть Они Устраивали Вот эти Вот Битвы Поэтов Но Это Смешно Понимаете Поэзия Не может быть Конкурентом Да и В литературе Не может быть Конкурентом Это Все равно Что Пытаться Убить Человека Все равно Что Пытаться Заткнуть Ему Рот Заткнуть Его Душу Чтобы Он Не мог Себя Никак Проявить В этом Мире Чтобы Он Прошел Какой-то Серый Тенью Незаметной И Не затронул Ничьей Души Не оставил Никакого Отпечатка Вот Наши Родители Наши Предки Они ушли Они остались Просто Именами Серыми Какими-то А мы Писатели Мы Мы оставили После себя И очень много Оставили Себя В этом мире И это Дело Конечно Наших Потомков Интересоваться Или не Интересоваться Но Сейчас В интернете Действительно Рукописи Не горят Если Раньше Наши Бумажки Куда-то Засудули Потом Бы Их Выкинули Даже Если Были Какие-то Газеты Нас Печатали Все Было Забыто Сейчас Это Все В интернете Понимаете И это Прекрасно Если Какой-нибудь Ваш Какой-нибудь Там Праправну Захочет Узнать Что Его За Прабабушка Была Введет В тогдашний Google Ваше имя И фамилию И Все Это Выйдет И он Сможет Это Увидеть И он Сможет С вами Быть Знакомым Хотя Физически Соприкоснуться Уже Не сможет Поэтому Мне кажется Особенно Сейчас Ну ладно Раньше Они экономили Бумагу Ресурсы Но Сейчас Почему Людям Не дать Возможность Проявлять Себя Вот Наше Издательство Издало Семь Тысяч Книг Да То есть Наш Подход Именно Дать Возможность Человеку Проявить Себя И Очень Многие Говорили Что После Такого Такой Поддержки Они Действительно Стали Писать И Преуспевать И вот Я недавно Говорил С одной С одним Автором Десять Лет После того Как Издали Мы Ее Первую Книгу Ее Пьесу Ставят В местном В Краснодаре Ставят Пьесу Понимаете То есть Получилась Уверенность В себе Вот Когда Вы Возвращаетесь В семью И к друзьям С напечатанной Книгой Во Франции Или В Канаде То Они все-таки Обязаны Сказать Да Окей Ты Писатель Пиши Мы тебе Разрешаем Нет У нас Здесь Не скажут Ладно Я вам Зачитаю Отзвенело Лето Комарами Журавлями Открулычит Осень И укроет Спящий лес Коврами Из листвы Берез И хвои Сосен Оголятся Тонкие Березы Задрожат Сыдливые Осины И поливаются Ледяные Слезы Из кудрявых Туч Что возят Зимы Но пока На сердце Бабли Лето Я молюсь Невидимому Магу И слова Из солнечного Света Так легко Ложаться На Бог Великолепно Вы только глотаете Слова Так что это так Вы видимо Смущаетесь Немного Наши стихи Надо читать Предельно Четко Потому что Каждое слово Имеет Очень большой вес Очень большое значение Не глотайте слова Будьте уверены В себе Вот я ваши стихи Читаю очень четко Я так поняла И вы свои Читайте четко Ну как-то я Знаете Их нигде не читаю Потому что Вот это вот Вот это вот Очень Есенинское Стихотворение У меня много Есенинских Там И про Вишню Но оно Именно хорошо Не тем Что Это никакое Не подражание Это очень Самобытное Произведение Но при этом Оно Напоминает Музыку Стихотворение Есенин Ну это у меня Поэтому и Сто песен Уже написали Люди Значит Что-то там Это самое Находят Что поется Так я сама Написала Четыре песни Музыку Вообще кино Никогда не думала Что я могу У вас очень Певучие строки И Может быть Это бы помогло Ваше Техническое Образование Вы довольно Рациональны В технике Написания Стихотворений Потому что Иногда Смотришь Некоторых Поэтесс Или поэтов И Ну вот Очевидно Выбился Из ритма Или Не то слово Сказал Или еще Чего-то Я проверяю Всегда А у вас Очень Четко Как чертеж Но при этом При этом Удивительно Много Души Чувства И каждое Слово На своем месте Это великолепно Галина Проектировщик Потому что я Ну вот 30 лет Работала Проектировщиком А там Нельзя ошибиться Это же Строительство Это же Электроэнергия Не дай бог Убьет Кого-нибудь Причет Это посадят Поэтому Очень четкое Отношение К работе Было всегда Каждую точку Проверь Каждую Это сам Также у меня Перешло Совершенно В искреннем Восторге Я Давно И Мало Завидую Кому Белой Завистью Но вот У вас Действительно Завидные Стихи Они Настолько Прекрасны Не надо Мне завидовать Не надо Не надо Прекрасные Стихи Пишите Еще Обязательно Вот Напишу Я вам Вышлю Все Которые у меня Есть В электронном виде Эти книжечки Вот Только Они Безоблужи Дорогая Галина Я вас Очень Благодарю Я желаю Вам Сил Творческого Успеха Здоровья Вам Вам Для Чего Жить Вы Нужны Нам И Это Замечательно И Через Десять лет И через Двадцать лет Вы будете Радовать Нас Новыми Работами Потому что Когда у человека Есть Смысл Жизни То природа Она Не ограничивает Его В годах Спасибо вам На добром Слове Вы Меня Обрадовали Меня тут Никто Не радует Автор То есть В свое Время Заметив Ваш Талант Много Лет Назад Это Когда Было Лет Десять Уже Восемь Да Написал Талантливому Автору Я думаю Надо же Посмотрите Как Правительство Да Это В этой Книжке Написано Талантливого Автора Я думаю Надо же Никто Мне Никто Никто Я Я Свои Слова Спасибо Галина Огромное Вам Спасибо И я Надеюсь На То Что Вы Нас Будете Радовать Новыми Произведениями